Улица Гоголя, дом 7А. Можно смело сказать, что снаружи здание выглядит куда лучше, чем внутри. Облупившийся потолок, ржавые трубы и большие трещины. Все это – результат затопления соседями со второго этажа. У нас льет с наглого вода, у нас заливаются тройные машинки, невозможно зайти в туалет, там просто по щиколотку воды. И из-за этого стены мокнут и отваливаются, гниют. К сожалению, такие протечки стали привычным делом. Владислава приобрела квартиру в этом общежитии год назад, и все это время с потолка текла вода. Она сделала съемки на свой телефон для того, чтобы зафиксировать, какие лужи порой бывают в их доме. Вот буквально на днях мы поставили новую трубу, и вчера опять на потолке новое пятно мокрое, то есть вода нашла какую-то другую лазейку, начала просачиваться. Где стояк стоит, был потолок ровный, сейчас он уже от влаги намок, набухает и уже провис. То есть, гляди, он может упасть. Туалет, ванная, кухня и прачечная. Именно в этих местах вода стекает с потолка. По разводам и трещинам сейчас слегка можно определить места, где проходят трубы на втором этаже. Побелка отваливается большими кусками, стоит лишь сильно хлопнуть дверью. Жители уже не раз общались с соседями со второго этажа, и все бессмысленно. Там живут только квартиранты. Платить за ремонт труб они отказываются, а затопления продолжаются с прежней периодичностью. Буквально неделю назад тут лилось, мы сейчас перекрыли воду, на втором этаже воды нет холодной. Потому что если они будут опять включать воду, у нас будут литься. Все вот эти разводы, затопы у нас отваливают в стены по кускам. Ремонтировать систему коммуникации жители дома сами отказались. И тогда они обратились в ЖО. Здесь начался настоящий ужас. Я ходила в ЖО четыре раза за неделю. Просила у них, чтобы они дали нам мастеров. На что они сказали, что они не обязаны это делать, это места общего пользования. Потом диспетчер мне сказал, что эта услуга будет платной, чтобы нам сделать все трубы. Я сказала, покажите мне бумагу, где написано, что это платно. Они мне не дали эту бумагу. Потом я добилась, чтобы пришли ко мне мастера. Но они пришли ночью и в неадекватном состоянии. Они сказали, что они как освободятся, так придут. У них много заказов. И я предположила, говорю, через три месяца вы можете прийти. Они говорят, да, мы можем и через три месяца прийти. Ситуация складывается крайне неприятно. Жителям первого этажа не помогает ни управляющая компания, ни соседей сверху. Что им делать со своей проблемой, для них этот вопрос остается загадкой. В свою очередь, директор ЖО в ближайшие дни согласился дать интервью нашей съемочной группе по поводу сложившейся ситуации. Также телеканал направил запрос в Рязанскую единую городскую ассоциацию защиты прав потребителей. Мы будем держать вас в курсе происходящих событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.